А мы продолжаем тему игры. Мы ей сегодня и заканчиваем. Все мы понимаем важность игры в жизни ребенка. Все мы понимаем, как это важно для развития. Есть навыки, но есть и эмоциональная составляющая в жизни любого ребенка. И мы бы хотели, чтобы вы обязательно пробовали играть со своими детьми, несмотря ни на что, несмотря на самые суровые условия, в которых мы все сейчас оказались. И сейчас я хочу передать слово педагогу-психологу, психотерапевту, арт-терапевту, сотруднику нашего федерального ресурсного центра Наталье Николаевне Волгиной. Она уже в эфире. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Наталья Николаевна большой апологет игры. Она имеет огромный опыт игры с детьми с аутизмом и с детьми без особенностей развития. Она играет и на праздниках, и на занятиях, и в детских лагерях. Такой огромный опыт она накопила. Я думаю, что это будет замечательное выступление ее последнее, когда она с нами поделится всеми своими богатствами в плане игрового взаимодействия с детьми с аутизмом. Да, передаю вам слово. Спасибо, Женя. С удовольствием, конечно, поделюсь своим опытом. Хочу сказать здравствуйте все, кто еще нас слышит и видит, кто еще не разбежался от экранов. Время уже позднее, но лекция будет нетрудная. Игра – это очень важный аспект в развитии ребенка. Вот ребенок рождается, и он наблюдает за тем, что делают взрослые. Ребенок долго наблюдает, потом пробует повторить. Дети всегда играют во взрослых. Вот дети в детей никогда не играют. Но дети играют во взрослых, потому что ребенок наблюдает за матерью, за отцом, за другими членами семьи и в какой-то момент пытается воспроизводить действия взрослых. Поэтому начальные игры – это бытовые игры. Это тогда, когда ребенок видит, как мама варит кашу и тянется к этой же кастрюле. И если дать ребенку кастрюлю, он туда попросит чего-нибудь налить или насыпать. Ребенок видит, как папа стучит молотком, и ребенок в какой-то момент просит дать ему такую же штуку, чтобы так же постучать, чтобы отобразить деятельность взрослого. Именно в игре ребенок предподготавливается к взрослой жизни. Ребенок усваивает внешний мир и начинает его отображать. Если ребенок отображает, значит усвоил, тогда мы можем констатировать, что ребенок развивается. Бытовые игры очень важны. Важны игры с предметами-заместителями, важны игры с объектами-заместителями. Предметы-заместители – это игрушки. И, конечно, первые игрушки у ребенка – это погремушки. Потом ребенок переходит на крутящиеся и вращающиеся предметы. А в дальнейшем ребенок пытается отобразить деятельность взрослых. Ребенок лезет за ложками, вилками, кастрюльками, сковородками. И если где-то в полтора годика нормативному ребенку дать кастрюлю вниз, то он будет очень точно повторять действия взрослого, действия матери. И тогда мы можем сказать, что он понял, что делает мама, и он в будущем это повторит. А вот что такое объекты-заместители? Объекты-заместители – это прежде всего куклы, а уже потом другие дети. Сначала необходимо научить ребенка взаимодействовать с нейтральными объектами, неодушевленными, с куклами. Ну, потому что, например, если кукла упала со стола или со стула, то это ничего страшного. Куклу можно поднять. А вот если другого ребенка толкнули и другой ребенок упал, то это уже проблема. В первую очередь мы учим детей взаимодействовать с образами людей, с образами детей. Куклы должны быть приблизительно такого же возраста, такого же изображения, как и ребенок. Хорошо, если вначале кукла мягкая, чтобы ребенок мог ее с собой таскать, чтобы ребенок мог ее спать с собой класть, чтобы ребенок мог ее кормить. Очень хорошо, если ребенок взаимодействует с куклой. Если ребенок отвергает куклу, если ребенок не берет куклу в руки, то это нам говорит о том, что он не понимает еще. Понимать про куклу дети в норме психики начинают где-то годам к полутора, к двум, когда они начинаются интересоваться другими образами. Дети с аутизмом – это, как правило, дети с задержками развития. Поэтому формирование вот этих начальных этапов общей игры происходит гораздо позже. Это может быть в 4 года и в 5, это может быть там и в 10 лет. Несмотря на то, что ребенку с аутизмом в 10 лет, может быть он внутренним развитием года на 4-5 тянет. И тогда вот такая игра, она как раз-таки для него хороша. Если ребенок вдруг начинает играть, если ребенок начинает отображать действия взрослых, если он начинает производить аккуратные действия с куклами, то это хорошо, это значит, что он усваивает внешний мир, это значит, что он его отображает, это значит, что он подчиняет свое поведение правилам внешнего мира. Это на самом деле очень важно. В жизни ребенка несколько этапов развития. Если мы обратимся к Воготскому, Леонтьеву и Давыдову, то мы там увидим, что ребенок развивается в ведущей деятельности. Ведущая деятельность – это не обязательно та, которая нравится. Ведущая деятельность – это та, которая ведет за собой развитие. И у маленьких детей до года жизни ведущая деятельность – это непосредственное эмоциональное общение со взрослыми. Поэтому здесь хороши игры, которые веселят ребенка, которые радуют, веселят. Вот как раз предыдущая лекция, она была, я так думаю, именно про это, про эмоциональное включение в общение ребенка. И это очень правильно, и это очень здорово, когда ребенок начинает эмоционально реагировать на взрослого. В доме психики после года присоединяется предметная деятельность. Эмоциональное личностное общение не девается никуда. Эмоциональное общение со взрослыми нам нужно всегда, и даже когда мы вырастаем, оно никуда не девается. Просто всякий раз ведущая деятельность присоединяется. И для ребенка после года, где-то с года до трех, ведущей деятельностью является предметно-манипулятивная деятельность. Это когда дети трясут погремушками, ловят и кидают мячик, катают, катают машинку, спускают с горки эту машинку. То есть все действия с предметами – это предметно-манипулятивная деятельность. Вот здесь вот в педагогике есть хорошее развлечение. То есть это еще не… Мы говорим в быту, что мы играем с детьми, но на самом деле мы занимаемся деятельностью с детьми. Потому что игра – это немножко другое. Игра – это сюжет. Игра – это развернутый сюжет, это время и пространство. Игра – это когда ребенок ползает по комнате, это когда он строит дом, это когда он строит парикмахерскую, доктора, это когда куклы начинают двигаться по сюжету, который ребенок задумал. Но это высшая психическая деятельность уже, и это придет чуточку позже. Так вот, предметная деятельность, она никогда тоже не заканчивается, и она никуда не уходит. Просто предметная деятельность после двух с половиной, трех лет в норме развития переходит в предметно-практическую деятельность. И дети начинают много рисовать, лепить, складывать пазлы, собирать конструкторы. И это тоже очень правильно и хорошо. Мы с вами, взрослые люди, мы никогда не прекращаем предметную деятельность. Мы готовим еду, мы делаем ремонт в квартире, мы копаем грядки, мы выращиваем цветы, мы что-то делаем, печатаем, пишем. Это все предметно-практическая деятельность. Вот с трех с половиной лет в норме психики у ребенка начинается возраст игры. И длится он до 6-7 лет. Высший пилотаж игры – это 5-7 лет. Дети с расстройством аутистического спектра трудно достигают этого состояния. Ну, потому что мы видим задержки развития. И прежде чем ребенок выйдет к игре, он должен много-много-много манипулировать с предметами. Поэтому дети много должны рисовать, много лепить, должна быть аппликация. Все предметно-манипулятивные действия – это все хорошо, это здорово и правильно. И все это должно сопровождаться эмоциональным общением с родителем. Ну, или с педагогами, если это получается в режиме урока. Игры важны. Игры возникают у ребенка тогда, когда ребенок не может присоединиться к миру взрослых. Или тогда, когда ребенок предподготавливается к будущей жизни. Вот что такое предподготовка к будущей жизни, к взрослой жизни? То есть это усвоение правил. Усвоение правил, как я буду в дальнейшем жить. Именно игра предподготавливает ребенка к дальнейшей жизни. И когда ребенок достигает трех лет, начало четвертого, дети начинают хорошо играть в такие сюжетные игры, как доктор, семья, магазин. Именно через эти игры дети усваивают правила. Как нужно правильно вести себя у доктора, как нужно правильно вести себя в магазине. Именно в игре в магазин происходит знакомство с деньгами, с денежной единицей. Поэтому здорово, если во время игры в магазин мы используем настоящие денежки, настоящие монеты. Сюда мы можем и обратить математические представления, потому что мы начинаем считать, сколько копеечек или сколько рублей стоит тот и иной фрукт. Дети берут на себя роли. Это очень важный компонент, когда дети берут на себя роли. Брать на себя роль ребенок может уже где-то к трем годам. Ребенок начинает сначала играть со взрослым в ту же самую доктора, в больничку, в парикмахерскую, в магазин. Можно играть в аквапарк, можно играть в любые штуки, где ребенок был. То есть это будут отобразительные игры. Ребенок будет вспоминать, где он был, что он делал и усваивать правила поведения. Можно идти вперед. Можно сначала играть, а потом уже двигаться с ребенком в пространство внешнего мира, показывая ему, как мы там играли, а вот помнишь, а вот сейчас мы будем делать то же самое. Когда мы учим детей с аутизмом играть, мы делаем им визуальные подсказки. Мы прям подбираем картинки, что нужно делать с куклой, что нужно делать с посудкой, как нужно правильно вести себя в парикмахерской, что делает доктор на приеме в больнице. Мы готовим все атрибуты. Если это парикмахерская, то это будет обязательно накидка, это будут ножницы пластмассовые безопасные, это будут расчески. Если это больница, то это будут все атрибуты для больницы. Если это магазин, то будут все атрибуты для магазина и ценники, и деньги. Потому что в процессе игры в магазин мы изучаем еще и математические представления, счет в том числе. И если ребенок начинает играть в эти игры, значит, ребенок усваивает правила поведения во внешнем мире. Значит, с этим ребенком уже можно будет сходить в магазин, с этим ребенком уже можно будет дойти до доктора без истерики, потому что приблизительно он уже знает, как там происходит, и что это не страшно. Куклы всегда должны присутствовать, потому что куклы – это другие дети. И в жизни ребенка другие дети имеют большое значение. А на самом деле в норме психики интересоваться другими детьми дети начинают годом к четырем. Поэтому не нужно очень рано оторвать ребенка от матери и запихивать там в дошкольное учреждение, потому что это еще ребенку не нужно. Если мы вспомним, опять же, периодизацию развития, то интерес к другим детям просыпается годом к четырем, в пять лет он усиливается, в шесть-семь – он в самом апогее. Именно в пять-шесть лет в норме развития дети очень сильно стремятся в обществе других детей, чтобы играть. Дети с расстройством аутистического спектра немного отстают в этом. Их нужно специально обучать. Поэтому на наших занятиях, на наших семинарах и лагерях мы достаточно много внимания уделяем детям обучению. Мы обучаем на видеомоделировании, мы обучаем на картинках, на опорах, на визуальных подсказках. Чтобы ребенку было интересно играть, мы смещаем мотив на цель. То есть мы вводим жетоны во время игры, вводя поощрение. Делаем так, чтобы ребенку стала игра приятна, чтобы он начал понимать смысл происходящего. И, конечно, начинаем с самых простых. Очень важно во взаимодействии с куклами делать все то, что делает мама с ребенком. Вот все, что мама делает с ребенком, то ребенок должен делать с куклой, по большому счету. Кукла для ребенка – это тот же самый ребенок, а ребенок берет уже на себя роль взрослого. То есть ребенок кормит куклу. Вот мама кормит ребенка, а ребенок кормит куклу. Мама укладывает спать ребенка, ребенок укладывает куклу. Мама ребенка купает, ребенок куклу купает. Папа едет на велосипеде с ребенком, ребенок сажает свою куклу на велосипед. И вот здесь происходит как раз-таки адаптация к внешнему миру. Вот здесь происходит усвоение этих правил. Как нужно правильно. Если кукла упала, конечно, мы ее жалеем. Если кукла испачкалась, то, конечно же, мы ее моем. Кукол хорошо одевать, раздевать. Надо переодевать им одежку. Зимой кукле надо одеть зимнюю одежку. Летом кукле надо одеть летнюю одежку. Это, конечно, очень замороченное. Многие не держат этого. Говорят, слишком много нужно сделать для того, чтобы ребенок играл. Да, вообще много нужно сделать для того, чтобы ребенок развивался. Потому что развитие ребенка, прежде всего, это наше прерогатива. Маленький человечек родился, и он в этом мире еще ничего не знает. Поэтому мы должны донести до ребенка все, что мы можем до него донести. А как мы поймем, что ребенок понял? А вот по игре. Ведь на этом же основана экспертиза. Когда происходит что-то, работают психологи-эксперты. Как они работают? Эксперт смотрит, как играет ребенок. Если к ребенку применялось насилие, то ребенок будет это делать с куклой. Если ребенка билет, то он будет бить куклу. Если ребенка унижали, то ребенок будет швырять и бросать эту куклу. Если к ребенку прилагаются жестокость, то он будет отрывать куклю руки и ноги, жестоко обращаться с куклой. Тогда мы можем видеть, что происходит. В 5-6 лет дети начинают играть в своих родителей. И вот высший пилотаж игры – это тогда, когда происходят свадьбы. Это тогда, когда дети играют в принцев и принцесс. Тогда, когда рождаются другие дети у них. И вот детская ватага, она вот таким вот образом готовится к будущей жизни. Что такое будущая жизнь? Ну, конечно же, это супружество и, конечно, это рождение и воспитание своих детей. Поэтому эти игры так важны. Если мы посмотрим на периодизацию развития дальше, то после игровой деятельности формируется учебная. Только тот ребенок, который наигрался, тот ребенок, который поиграл во все – и в космос, и в железную дорогу. Но не просто он сложил железную дорогу, положил на полу, а наполнил эту железную дорогу жизнью. Когда там появились куклы, когда появились деревни, когда эти люди, которые там живут, взаимодействуют, ходят в лес, собирают грибы и ягоды, садятся на этот поезд, едут до другой станции. Если ребенок играет в машины, то это просто предметная деятельность. А вот когда в этих машинах появились люди, куклы, и эти люди поехали в аквапарк, эти люди поехали на заправочную станцию, эти люди поехали в парикмахерскую, эти люди вернулись домой, приготовили еду, легли спать, вот тогда это игра. Даже если ребенок играет один, но у него такая расширенная игра, она будет называться моноигрой, но это будет хорошая игра с сюжетным сложением, с разворачиванием этого сюжета, с планированием и выполнением плана. В будущем это обернется для ребенка тем, что он сможет построить свою жизнь так, как ему хочется. Он будет более счастлив и он будет понимать, что ему нужно в этой жизни. Давайте вернемся к ведущей деятельности. Учебная деятельность формируется только после игровой. Она формируется к семи годам. Поэтому отдавать детей в школу в норме психики очень хорошо к семи годам. Понять, готов ребенок к школе или не готов, сформировалась у него учебная деятельность или нет, легко. Надо предложить ребенку поиграть в школу. Если ребенок к школе готов, то он скажет, давайте я побуду учеником, потому что вы большой и взрослый человек, но потом только поменяемся. Сначала вы учитель, а потом я буду учителем. Вот этот ребенок эмоционально к школе готов, потому что он умеет взять на себя роль ученика. И это очень важная роль, потому что такой ребенок придет в школу, и он сядет за парту, и он будет готов к учению. Дети с аутизмом не выходят в эту фазу к нужному времени. Поэтому у детей с аутизмом при помощи игры мы можем сформировать учебное поведение. Но еще раз напомню, что учебное поведение – это не учебная деятельность. Это разные вещи. Деятельность ведет за собой развитие, а учебное поведение помогает нам повернуть детей в сторону учебы. Когда они сидят за парты, это когда все-таки они подчиняются требованиям учителя, это когда они смотрят на доску, когда они слушают учителя. Но ребенок еще в этот момент не берет на себя роль ученика, потому что у него нет здесь ориентировочного исследовательского рефлекса. Ему учеба еще не интересна. А вот что делают дети? Ну вот крутят колесики, запускают машинки. Даже придя в школу, часто дети приходят туда с игрушками. Это как раз говорит о том, что у ребенка еще не сформировалась учебная деятельность. Это говорит о том, что еще он на стадии формирования даже игровой, если он просто манипулирует с игрушками, с предметами. Ну, в общем-то, вот, наверное, все, что мне хотелось рассказать. Так, коротко, про важность игры. Самое главное, что мы должны с вами запомнить, что игра – это предподготовка к взрослой жизни. Это то, что через игру ребенок усваивает правила внешнего мира. Через игру ребенок отображает. Если ребенок отображает, значит, усвоил. Значит, можно двигаться дальше. Если ребенок не играет, если ребенок не отображает внешний мир в игре, значит, он его не усвоил. И именно при игре легко понять, на какой фазе развития находится ребенок. Как правило, деятельность с аутизмом находится на предметно-манипулятивной деятельности с переходом в предметно-практическую. Ну, хорошо, говорим мы, дальше будем играть. Какая дальше деятельность? Дальше деятельность игровая. Мы будем играть. И мы разворачиваем игры. Хороши игры массовые. Хорошо и здорово играть в индейцев. Хорошо и здорово играть в разбойников. Хорошо и здорово играть в пиратов. Хорошо и здорово играть во все игры, которые только можно. Здесь можно подтянуть русские народные праздники, типа Ивана Купалы, много всяких разных ситуаций. Можно придумывать игры. Взрослые могут придумать бал, смастерить костюмы, брать на себя роли, давать роль ребенку. Взрослые могут моделировать любое. Взрослые могут лететь в космос. Взрослые могут с детьми строить железную дорогу, наполнять ее жизнью. Самое главное, чтобы взрослый научил ребенка правильно манипулировать с предметами и объектами. Прежде всего, бережные отношения к игрушкам и к образам людей, и к образам детей. Это важно. Иногда мы наблюдаем, что к 10-12 годам ребенок начинает брать куклу в руки. Здорово. Это вообще супер. Значит, ребенок дошел до фазы игровой деятельности. И независимо от того, что ребенку с аутизмом на данный момент 10 или 11, но ребенок начал играть, начал взаимодействовать, эмоционально откликаться на куклу, значит, ему внутри себя 3-4 года. Отсюда будем строить программу, отсюда будем строить программу развития, отсюда будем думать, что же все-таки дать ребенку этому лучше, какую лучшую игру предложить, чтобы он усвоил правила. Вот на этом, в принципе, я бы, наверное, хотела бы завершить свое выступление. Если кому-то очень интересно, мы много работаем. Я выложила в чат ссылку на материал, который Анатолия Николаевна специально подготовила для того, чтобы вот на это время, когда мы все работаем дистанционно, рассказать родителям о том, как играть с ребенком, какие этапы есть. То есть этот материал вы можете ознакомиться, он у нас на сайте ФРЦ сейчас выложен. И если какие-то у вас появляются вопросы, вы можете написать нам по адресу, который есть в этом разделе дистанционного консультирования, и Наталья Николаевна с удовольствием ответит на все ваши запросы. Наталья Николаевна, у нас есть вопрос от Светланы Андреевой в чате. У ребенка с РАС присутствует трудность осознания себя. Если в речи нет местоимения я, но в жизни есть стереотипная ролевая игра, это плохо или хорошо? Тут, честно говоря, так трудно ответить вот через интернет. Надо бы посмотреть на ребенка. Надо бы посмотреть хотя бы видеозапись, как он это делает. Тогда уже мы бы, смотри, построить бы план игрового взаимодействия с этим ребенком. Ребенок, может быть, может больше, чем мы думаем. Ребенок может больше, чем мы думаем. Спасибо. Если еще есть вопросы к Наталье Николаевне, вы можете писать в чат. Она пока с нами. Так, еще вопрос есть. Формируется ли у ребенка сразу сюжетно-ролевая игра? Формируется, но только гораздо позже, чем у нормативных детей. У нас есть случаи, когда формируется сюжетно-ролевая игра, и тогда очень резко выравнивается поведение. Вот прямо оно выравнивается. Прямо оно очень сильно приближается к норме. Прямо оно очень сильно приближается к норме. Поэтому в основном все наши занятия мы строим именно на развитии игры. Строим. Потому что это путь к зрелости психики. Потому что это путь к зрелости психики. Продолжение этого же вопроса. И играет ли он с другими детьми? Иногда да. Иногда эта фаза очень сильно затягивается, и тогда нужно организовывать. Вот спонтанная игра, высший пилотаж игры – это спонтанная игра с фантазией, творчеством и воображением. Здесь большие трудности, на самом деле, у детей с аутизмом. Тут нужно очень-очень долго развивать. С ребенком нужно много играть. Но у нас есть в нашей практике моменты, когда формируется, и дети начинают взаимодействовать. Пусть там ребенок 15 лет взаимодействует как трехлетний, как четырехлетний ребенок, но он взаимодействует с другими детьми и с другими взрослыми. И это уже здорово и хорошо. Наталья Николаевна, тогда вопрос такой еще. Вы упомянули о том, что в принципе ребенок с аутизмом проходят все те же этапы игрового развития, что и в норме, просто это происходит позже часто. И очень часто, как раз тогда, когда ребенок с аутизмом уже приобретает достаточные игровые навыки, у него появляется желание и способность играть, но при этом ему уже, он уже в школе, как правило, да, и несмотря на то, что ведущая игровая деятельность у него явно только еще игровая, и вот он только почувствовал вкус игры, научился этому, а его засаживают за уроки, да, и, к сожалению, жизнь наша устроена так, что учиться ему все равно приходится. Как вы советуете родителям выходить из этой ситуации, да, когда ребенку еще нужно много-много играть, но при этом очень много времени и внимания уже уходит на академические навыки, на занятия в школе? Ну, школу мы никуда не денем, да, и там формируется учебное поведение в школе, но дома можно же превратить уроки в игру. Можно же превратить уроки в игру. Можно посадить кукол, дать им тетрадочки, можно ребенка поставить в роль учителя, потом посадить его обратно в роль ученика, пускай кукла дает ему уроки. То есть вот это взаимодействие, все можно пройти через игру, и тогда будет лучше и приятнее ребенку учиться. То есть это будет как бы и учеба, это будет и игра одновременно. Да, замечательно, кстати, опять же отличная идея для игр дома. Да, сейчас карантин, и надо занять ребенка. И ведь ребенок, который умеет играть, он же сам занимает себя. Он может хотя бы часика-полтора посидеть, а ребенок, который не умеет играть, он висит на шею у родителей, либо скачет по квартире. Поэтому, конечно, вот сейчас в режиме карантина, вот научить играть реально, вот хотя бы если полчасика в день играть с ребенком, то, возможно, он и освоит какие-то азы игры. И если вдруг мы увидим, что ребенок там полчасика сидит с куклами, там кормит, поет, укладывает, спает, там куда-то они у него идут, о чем-то между собой разговаривают, ура, можно хлопать в ладоши, очень сильно радоваться. Ребенок толкнулся в развитии. Еще вопрос, у нас пошли активные вопросы. Видите, вы очень оживили нашу аудиторию в конце дня, несмотря на то, что все устали, но тема очень животрепещущая. Можно ли применять куклы Бибабо, это, я так понимаю, куклы, которые... Которые на руку. Или все же отдельные куклы. И обязательно ли человека или зверьки? Вот смотрите, тут надо различать. Зверьки – это игры животного мира. Зверьки – это игры. А люди – это игры людей. Люди – это... То есть зверьки – это до, а люди – это уже после. А люди – это уже после. Важно, можно и так, и так, на самом деле, и мишки могут учиться, но все-таки мы стремимся к чему? Мы стремимся все-таки вывести ребенка в жизнь людей, а не в жизнь зверей. Поэтому мишки, зайчики, слоники – это все хорошо, они мягкие, пушистые, замечательные, но жить-то ребенку в людях, с людьми. Поэтому обязательно нужно использовать куклы. Бибабо использовать можно. Но Бибабо, они... Все-таки больше тематические. Это театр. Это тоже классно, это тоже здорово. Особенно, например, когда вот эта игрушка Бибабо, приходит на урок, да, когда мы говорим, а, ребята, кто у меня есть? И мы Бибабо одеваем на руки. Пришла к нам лисичка, пришел к нам дедушка. Это будет фокусировать внимание детей, и на уроке, на занятии, это называется кукло-стимулятор, или кукла... Кукла, которая обращает на себя внимание ребенка. Можно использовать. Но еще очень важны куклы обычные, обыкновенные. Причем куклы должны быть и мальчики, и девочки. Мир-то состоит из мужчин и женщин. А вот попробуйте еще купить куклу мальчика. Вот у нас как в жизни женщины командуют, у нас также в игровой сфере мальчиков очень мало. В этом плане американцы ушли вперед, потому что они сделали мужчин, они сделали подростков, они сделали мальчиков. Сейчас ура, чуть меняется ситуация, я покупаю кукол мальчиков, ну, потому что учиться надо взаимодействовать со всеми, с мальчиками и с девочками. Есть ли еще вопрос? Наталья Николаевна, еще вопрос. Какую игру можно использовать ребенком в ДЦП? Вот тут тоже я бы спросила бы, а что за ДЦП, владеет ли руками? Если ребенок владеет руками, все что угодно. А если ребенок не владеет руками, то хотя бы надо играть перед ним. То есть тогда бы, если ребенок не владеет руками, я бы сказала бы родителям, играйте перед ребенком, играйте сами. Разыгрывайте перед ним ситуации. Разыгрывайте, чтобы он видел мир. Пусть куклы ходят в магазин. Я думаю, что это тоже вопрос для дистанционной консультации. Вполне, если есть такой запрос на конкретного ребенка, то нужно обратиться к Наталье Николаевне через форму дистанционного консультирования. Я чуть попозже брошу ссылку. И еще вопрос. А как относиться к современным куклам, типа Барби, Винкс, Принцесс? Типа чего? Еще раз. Типа чего? Как относиться к современным куклам, типа Барби, Винкс, Принцессы? Ну, я так понимаю, Принцессы Дисней. Да, ну вот, смотрите. Кукла, кукла куклерознь. Изготавливают кукол все, кому не лень. И куклы очень часто бывают страшненькие, и куклы часто бывают извращенные. Если мы вспомним основной постулат игры по Выгодскому, что это предподготовка к взрослой жизни, по Леонтьеву и Давыдову, то вот в какую куклу ребенок играет, к тому и готовится. Поэтому надо внимательно смотреть, каких кукол мы даем детям. Лучше, если эти куклы будут человеческие. Ну да, тут поясняет выдающий вопрос, что куклы со взрослым телом и одеждой. Имейте в виду, вот, когда женщина, ну, как Барби, да, женщина с формированной фигурой, с одеждой взрослой женщины, с длинными волоками, с макияжем. Да, если эта кукла выполняет роль мамы, и у этой мамы есть куча детей, то это нормально. Если это единственная кукла у ребенка, то это плохо. Если это единственная кукла у ребенка, то это плохо. Угу. Вот, я вижу, Елена Владимировна задала ссылку на дистанционное консультирование, где вы можете задавать ваши вопросы. Так, еще вопросы появились. Наталья Николаевна, задаю. Пожалуйста, подскажите, если ребенок с раз не реагирует на кукол, какой предыдущий этап обучения в игре? Куда мне отступать в типе игры? Вот, если ребенок не реагирует на кукол, то, может быть, просто он еще не подошел к этой фазе в своем развитии. То тогда он в предметно-манипулятивной деятельности. Поэтому здесь надо очень аккуратно вводить кукол в жизнь ребенка. Пусть кукла просто сидит и смотрит на него глазами. Пусть кукла кушает рядом с ребенком. Пусть кукла идет гулять вместе с этим ребенком. То есть родитель берет куклу и с ней манипулирует. Когда ребенок дозреет внутри себя до понимательной ситуации, он начнет с куклой взаимодействовать. То есть важно ввести куклу в режим, в режим, в общение с ребенком. Пусть просто куклы сидят даже. Пусть куклы просто сидят и смотрят на него глазами. В кукольную тарелочку можно положить настоящую еду и кормить ребенка и куклу одновременно. Настоящей вкусной едой, которую ребенок любит. Тогда он увидит куклу. Спасибо большое, Наталья Николаевна. Это очень интересная тема. Вот, смотрите, тут есть вопрос про мальчиков. Я могу здесь вот прояснить. Для мальчиков тоже актуально играть. Да. Когда мальчик вырастет, он с кем будет играть? Он будет играть с куклой женой и куклой ребенком. И если все-таки игра, и если это предподготовка взрослой жизни, то, конечно, мальчику надо играть в куклы. Потому что тогда, когда мальчик вырастает, он легко берет своего ребенка и с ним играет. И он идет с этим ребенком гулять. И он бегает и прыгает с этим ребенком. Ведь, знаете, по наблюдениям, самые хорошие отцы – это младшие братья. Младшие братья у старших сестер. Потому что сестры по-любому будут играть в куклы, и мальчик будет по-любому к ним присоединяться. Вот этот мальчик вырастет, у него не будет проблем с женщинами, и у него не будет проблем с детьми. А если мальчик не пробовал играть в куклу, если когда-то мама сказала, не трогай коляску, это для девочек, вот здесь будет большая проблема. Потому что этот мальчик вырастет и скажет, я с коляской гулять не пойду. Это не мужское дело, это бабское. И возникнет вопрос, откуда же ты знаешь, что это бабское дело? Это же живой ребенок. Это же твой ребенок. Чего бы с ним не поиграть бы? Он, когда-то, когда-то ему мама сказала, что не трогай коляску, не трогай куклу, это для девочек. И он это запомнил. И тогда очень много у нас получается мужчин несчастных в плане отцовства. Они не знают и не понимают, как общаться с своими детьми. Я вижу вопрос про машинки. Окей, пускай играют в машинки, у нас женщины сидят за рулем. У нас все женщины сейчас сели за руль, и как бы ничего страшного в том, что девочка играет в машинке. Если еще в эту машинку посадить куклу, тогда будет в этой машинке жизнь. Надо еще посмотреть, что именно она играет. Если она просто запускает машинки, то это не игра, это деятельность. А вот если в этой машинке едут куклы, то это уже игра. Должна быть жизнь. Еще здесь вопрос. С той же куклой надо в сад ходить или в саду брать другую? Как угодно. У ребенка может быть кукла для купания, кукла для прогулки, кукла для машинки, кукла для еды. В мире много людей, поэтому кукол должно быть тоже много. Должны быть мальчики, девочки, мужчины и женщины. Если мы хотим, чтобы ребенок в будущем имел полную социализацию. в будущем имел полную социализацию. Спасибо, Наталья Николаевна. По-моему, мы исчерпали вопросы. Видите, какой интерес вызвала эта тема. Я думаю, что надо ее просто продолжать и сделать еще мероприятие на эту тему. Просто поэтому шквал вопросов. Видно, как это актуально и как действительно структурированная подача информации об этапах игры, о переходах, она задела за живую и сразу вызвала очень живую обратную реакцию. Несмотря на то, что ваш доклад уже последний и все устали, но действительно актуальная тема никогда не бывает много. Я вижу, что тут появляются еще вопросы. Вы знаете, дорогие друзья, Наталья Николаевна, у вас есть силы отвечать еще на вопросы? Или мы уже уйдем в чат? Если кому-то нужно... Я могу еще, да. Мы же на изоляции все. Мы сидим и спокойно работаем. Смотрите, тогда давайте я зачитаю еще появившиеся вопросы, потому что я понимаю, что люди обдумали этот материал и у них просто появились еще какие-то запросы. Девочка сразу рассаживает игрушки, кормит, играет в детский сад. И так многократно. Ну, это, наверное, скорее компенсарий. Хорошо это или плохо? Это хорошо, потому что, если мы опять повернемся к теории игры, то там будет такая фраза, что от многократно повторяющихся действий ребенок получает функциональное удовольствие. Это функциональное удовольствие продлевается у нас во взрослую жизнь. Ну, потому что жизнь, она однообразная. Каждый день мы встаем, каждый день завтрак, каждый день уборка, идти на работу, возвращаться с работы, что-то писать, что-то делать. Если женщина в декретном отписке, то она каждый день одно и то же кормить, купать. И вот это должно вызывать функциональное удовольствие. Если девочка играет, кормит и повторяет это многократно, хорошо, она получает от этого функциональное удовольствие. Я бы сказала, расширяйте игру, вводите туда фантазию. Пускай эта кукла после того, как поест, идет в магазин. После того, как она сходит в магазин, идет в парикмахерскую. После того, как она сходит в парикмахерскую, пускай она идет, попрыгает на батуте. Диван может быть батутом, ванная может быть морем. Но здесь уже фантазия творчества родителей. Надо расширять. А если ребенок вообще не играет в игры? Тоже надо бы посмотреть, что он делает. Он же должен чем-то заниматься. Он, возможно, кидает шарики, крутит мячики. То есть он предметно-муниципалитивной деятельностью занимается. Он, возможно, не может быть, не может быть, Я думаю, здесь вопрос не совсем по теме. Если ребенок 7 лет облизывает игрушки, тетради, как лучше поступить? Ну, он в какой фазе? Он что делает? Он манипулирует с предметами. То есть это самый первый этап развития – это предметная деятельность. Это даже не предметно-практическая. То есть этого ребенка рано вести в игру. То есть этого ребенка надо вести в предметно-практическую деятельность. Это рисование, лепка, собирание пазлов, пирамидок, бусинок. Это какие-то конструирования. То есть все, что имеет под собой практический аспект. То есть не просто... А если ребенка больше интересует... Прошу прощения, договориться, Наталья Николаевна. А я уже все, я уже переключилась. Спрашивай. А я уже все, я уже переключилась. Если ребенка больше интересует рисование, вот спрашивай. Это очень хорошо. Это предметно-практическая деятельность. Пусть рисует. Между прочим, играть можно через рисунок. У нас есть дети, которые, например, играли через пластилин. То есть ребенок лепил комнату, ребенок лепил парикмахерскую, ребенок лепил доктора, ребенок лепил куклу, и эта кукла жила на столе с пластилином. И мама не убирала. То есть ребенок не играл в обычные куклы, но ребенок играл в вылепленных кукол. Супер, хорошо, будем играть так. Также можно играть через рисование. Там можно рисовать человечков, и человечки могут куда-то идти, что-то делать, и таким образом прививать ребенку правила внешнего мира. Это пересекается где-то с флортаймом, то есть мы подсоединяемся к ребенку и действуем в его интересах. Вот рисует, хорошо, будем рисовать. Лепят, круто, будем лепить. Играет в лего-конструктор, значит, мы в лего-конструктор посадим туда живых человечков, там куколок, и в лего-конструкторах мы сделаем много чего. Очень много зависит от фантазии, воображения родителей. Еще вопрос. Игра в конферансье. Секундочку. С использованием караоке это нормально? Ну, смотрите, игра в конферансье, она же не предполагает роли, как такие. Если это игра, моноигра, когда ребенок объявляет караоке, то ребенок застрял в одной роли. То ребенок застрял в одной роли. Если он только конферансье. Или он только, например, репортер. Или он там только еще что-то. Это относится к вязкости мышления, что ребенок не может двинуться дальше. Хорошо бы расширять. То есть к этому конферансье привязать что-то еще. Конферансье когда-то закончивает работу и должен идти домой. Конферансье когда-то закончивает работу. Он должен сходить в парикмахерскую, к доктору, он должен сходить покушать. И дальше, и дальше, и дальше. Так, в моей инклюзивной группе ребенок сразу не отходит от зеркала. Пожалуйста, подскажите, можно ли это как-то использовать? Можно. Используйте игры, которые идут с отворожениями. Парикмахерская, например, да, это зеркало. Есть такой этап в развитии детей, как игры с ряжением. Ряжение – это переодевание, это использование даже косметики, это использование разной одежды, когда ребенок наряжается, переодевается и играет перед зеркалом. Но здесь тоже нужно вовремя заканчивать игру. Игра должна начаться, игра должна закончиться. Если игра закончилась, зеркало надо закрыть. Он просто играет с изображением, и его фантазия не развивается. А насколько полезны игры с правилами? В каком возрасте они актуальны? Да, игры с правилами очень полезны. Они идут параллельно с развитием сюжетно-ролевых игр. Там же есть разница. В игр с правилами открытые правила, но закрытая роль. Когда мы играем в игры с правилами, мы возьмем, допустим, у Медведева бару, мы не говорим... У нас правила открытые. Надо просто прийти к этому Медведю, разбудить этого Медведя и уйти от него. Мы не говорим про роль. Мы не говорим, что Медведь грустный, веселый, какой там он сытый, голодный. То есть роль закрыта. Этим отличаются игры с правилами от игр сюжетно-ролевых. В сюжетно-ролевых игр правила закрыты, а роль открыта. Поэтому хорошо и то, и другое. Поэтому хорошо и то, и другое. Еще вопрос. Девочка играет не с куклами, а с динозаврами и играет только в них. Какие действия? Смотрите, это формирование сверценных интересов и формирование сверценных предметов. То есть и динозавр для нее – это сверценный предмет. Это тоже ограниченность мышления, ограниченность фантазии и воображения. Если получится, взрослый может сидеть рядом с этой девочкой и вводить туда людей. Люди испугались, люди побежали, люди спрятались. Как-то расширять, вводить ее оттуда. Потому что вот эти сверхценные образования, они не есть хорошо. Они не есть хорошо. Да, и вот тут же посыпались вопросы, тоже девочка играет только с домашними животными, девочка играет с зонтами, мальчик. То есть, видимо, это часто встречающаяся проблема, застревание на одном типе игрушек. Наверное, уже создавание коллекции огромных из этого типа игрушек и никакого расширения. Да, вот еще Выгодский говорил про то, что у детей случается вязкость мышления. То есть, невозможность переключиться с одного вида мышления на другой вид мышления. То есть, невозможно переосмыслить ситуацию. Вот когда ребенок переосмыслит ситуацию, он уйдет от сверхценных предметов и от сверхценных действий. Основная проблема – это в том, чтобы переосмыслить ситуацию. Спасибо большое, Наталья Николаевна. Я думаю, нам стоит Вас уже отпустить. Действительно, у нас вопросы заняли примерно столько же времени, сколько Ваше выступление, потому что оно было очень актуально. и я думаю, что оно так символично завершает наш сегодняшний день. Здесь был вопрос, а будет ли видеозапись. Видеозаписи всех материалов нашего 2 и 3 апреля будут обязательно на сайте ФРЦ, нашей площадке и всех остальных материалов будут на YouTube-канале фестиваля «Люди как люди». На следующей неделе Вы сможете еще раз ознакомиться со всем, чем не успели или хотели бы послушать еще раз. Огромное спасибо всем участникам, всем, кто нас посетил, кто был с нами в эти 2 дня, кто нам присоединялся, кто сидел с нами до конца. Большое спасибо Наталье Николаевне за столь впечатляющее завершение нашего фестиваля. Наш второй день был посвящен социальной инклюзии, сухокультурной интеграции, спорту, игре, всему, что связано с развитием ребенка. Я думаю, что после всех сегодняшних выступлений Вы убедились в том, что жизнь ребенка с аутизмом это коррекция и образование, что жизнь, она многогранна во всех ее проявлениях и никогда не стоит ограничивать ребенка, даже если у него есть аутизм, рамками каких-то коррекционных подходов, методов. Жизнь всегда расставляет все на свои места, играйте с ребенком, ходите с ним в музей, занимайтесь спортом, устраивайте праздники. Я думаю, что тогда не только жизнь ребенка с аутизмом будет интереснее, но и Ваша жизнь будет намного более насыщенная, многогранная. А если у Вас есть вопросы, есть сложности, мы всегда рады на них ответить. Еще раз обращаю внимание, что Вы можете обращаться за консультацией дистанционной в Федеральный ресурсный центр. Все наши специалисты работают в дистанционном режиме, отвечают на Ваши вопросы. Большое спасибо всем соорганизаторам фестиваля «Люди как люди», «Рооконтакт», научно-практический центр имени Сухаревой, Российская государственная детская библиотека, Музей Царицына, все наши партнеры, все те, кого мы не смогли представить онлайн, мы обязательно увидимся еще офлайн, а все те, с кем мы познакомились сегодня, мы обязательно мы еще сделаем наши массовые мероприятия, которые продолжат дело информирования о проблеме распространения аутизма. Большое всем спасибо, на этом я с Вами прощаюсь, до скорых встреч, я надеюсь, Вам понравилось, пишите свои отзывы, комментарии, оставляйте их на сайте 2 апреля РФ, оставляйте их нам на сайте Федерального ресурсного центра, пишите о тех проблемах, которые не были осуществлены, но Вы хотели бы о них узнать, мы обязательно постараемся это сделать, и я надеюсь, что мне так кажется, что наш онлайн-марафон прошел очень успешно, насыщенно, интересно, и несмотря на то, что нам удалось увидеться в этом году, лично мы провели очень благотворное время здесь, в эфире, в течение этих двух дней. Еще раз всем большое спасибо, здоровья всем, успехов, все трудности спасибо,